сегодня поступил к нам на ремонт вот такой вот триммер который называется good luck вот причина обращения не заводится проверим и диагностику ну внешне так осмотр пока еще не особо диагностику не проводили просто внешний осмотр и что мы видим первое в бак был залит бензин с водой причем пропорция очень интересная круче чем масло тоже разводят 50 на 50 примеру было воды и масла боя бензина вот соответственно мы его слили вот это вода попала в карбюратор будет надо будет почистить карбюратор так в данный пример было залито бензин очень сильно был разведен водой по какой причине это получилось мы уже не будем разбираться это уже не столь важно но так как папа была вода вот скорее всего что она уже попала в карбюратор и соответственно пример уже заводится не будет снимаем крышку воздушного фильтра откручиваем корпус фильтра и за одну карбюратор открутиться у нас это два вот этих вот винта в данном случае используем шестигранный ключик на 4 миллиметра вот карбюратор наш откручен так как мы видим даже при внешнем осмотре здесь у нас нету прокладки но в принципе прокладки нет это такое возможно вот но то что с него капает вот это вот все это вот видите к примеру пузырёк потом плавает это вода вода которая плавает у нас на бензине вот соответственно карбюратор надо разбирать внутри скорее всего мы найдем тоже воду скидываем тросик просто легко тут скидывается вот и приступаем к разборке карбюратора кстати вот этот теплоизолятор сейчас тоже с ними посмотрим под ним все ли там в порядке или нет так подготовили ванночку бензина и разбираем наш карбюратор давайте спелось чтобы рассказать вся грязь смылась разбираем откручиваем снизу 4 винта так я их открутил и смотрим что у нас здесь вот она вода прямо видите текет с него сейчас я здесь немножечко вытру эту воду но это определенно вода дальше открываем и это тоже вода это уже не бензин вот все это мы в бензине сполоснем кстати если бензине сполоснем у нас вся вода которая здесь могла остаться она у стечет на дно нашей вот этой вот ванночки бензиновой и соответственно в карбюраторе воды уже не останется сполоснули я чуть-чуть промочу бумажечкой чтобы легче было работать мне вот эту воду мы тоже выливаем так как как карбюраторе была вода я разберу его весь потому что могла где-то остаться тогда будет потом нехорошо вот может опять туда в наши мембраны засосать и соответственно она кстати видно плавает стараюсь конечно показать чтобы вы видели на видео внутри вон там плавает это есть водичка то есть мы выливаем она у нас на но туда ушла в карбюратор она уже не попадет в данном случае до человек конечно случайно как он как мне кажется учетом бормотал что ставил под дождем бутылку с бензином что такое не знаю так это не так вот но бывают и чисто случайные моменты когда вода попадает в карбюратор к примеру вы пластиковые бутылки носите бензин и разбавляете его а потом вы когда разводите у вас на дне может остаться вода а когда вы заливаете в триммер если вы заливаете прям с бутылочки с этой и все выльете до конца то как раз эта вода у вас в бак и попадет а когда работает триммер очень большая вибрация бензин летает там по всему баку соответственно эта вода попадет у нас все равно как ни крути хоть даже там я немного будет но она все равно попадет в каких-то количествах в карбюратор и блокирует его работу соответственно наш карбюратор уже работать как следует вниз так мембранку тоже мы споласкиваем вот здесь мы все у вас уже уже все прочистили теперь мембранку ставим вот таким вот образом она у нас сюда встанет вот накрываем вот этой частью так она у нас накрывается весь у нас уже все в порядке вот эту мембранку ставим вот так теперь ставим вот эту часть праймер который будет у нас подкачки топлива и собираем уже сам праймер ставим все ставим винтики 4 винта закручиваем вот после таких действий уже должен должен завестись наш триммер если все будет в порядке как я думаю вот сейчас единственное мы еще посмотрим что у нас под теплоизолятором творится вот и попробуем его собрать откручиваем теплоизолятор что-то у нас тоже слабее походу не прикручен нифига он держится на двух болтах шестиграник на 4 в данном случае но бывает еще и под отверточку мы тоже вот там видим воду скорее всего в поршневой конечно тоже вода но снимать поршевую поршневую мы не будем мы просто сольем и когда заведем лишние остатки этих капель они просто у нас испарятся конечно все протираем смотрим прокладочку прокладочка у нас хорошие прикручиваем на место подтягиваем следим так чтобы резьбу мы с вами не сорвали прокладки как мы помним между карбюратором и теплоизолятором не было но мы поставим есть у меня прокладочка потому что на мой взгляд она там должна быть так берем с вами карбюратор корпус воздушного фильтра собираем ставим нашу прокладочку так вот и и прикручиваем к теплоизолятору подтягиваем но подтягивать надо аккуратно потому что можно повредить вот здесь вот у нас вытянуть гайки в теплоизоляторе прям тогда придется менять теплоизолятор поэтому аккуратненько подтягиваем но не перетягиваем того что вы завернете сумасшедшей силой тут ничего полезного не будет вот устанавливаем тросик на место будет отрегулировать тут конечно все тросик на место здесь она должна у нас попасть с одной стороны вот в этом кольце широкая с другой тонкая вот нам надо широкую к этой стороне чтобы наш тросик туда зашел вот так вот вот теперь когда мы на курок газа зажмем он соответственно работает здесь мы сейчас потом подтянем ну и собственно сейчас мы заведем я не буду пока ставить сам воздушный фильтр чтобы мне больше так сказать обзора было лучше видно сейчас мы соберем о вернее пойдем заведем и уже потом соберем корпус фильтра и отдадим нашему клиенту подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт look tool.ru и мы научим вас сделать инструмент по крайней мере хотя бы какие-то небольшие ремонты не углубляясь уже совсем далеко но хоть что-то вы уже сможете сделать по крайней провести хотя бы диагностику так внешний осмотр и какие-то мелкие проблемы уже сто процентов сможете исправить вот ну а если будете смотреть все наши видео то соответственно конечно же и более конкретные ремонты сможете делать всем удачи пока и так дорогие друзья вот он наш триммер на котором мы клеили бачок при помощи паяльника заплавили запаяли здесь все вот и в которой у нас с вами был залит бензин смешанный с водой прочистили карбюратор промыли его также в бензине сейчас заведем посмотрим работает или нет соответственно заправили нормальный бензин разведенный все работает отлично подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт look tool.ru всем удачи пока